Душа не вожжелает разрешиться от тела, если не сделается совершенно равнодушной к воздуху всему, то есть ко всему житейскому и мирскому. Все чувства телесные сопротивляются вере, так как чувства вкушать ищут только настоящего и присущего. А вера обещает богатство благ будущих. Почему подвязающемуся никогда не подобает помышлять ни о древесах ветвистых и тенистых, ни об источниках добротечных, ни о лугах доброцветных, ни о домах благолепных, ни о беседах с родными приятных, Равно как воспоминать и о богатых приношениях, если случалось бы теми почтенным. Но ему надлежит тем, что необходимо пользоваться с благодарностью. Жить же сию, почитать неким страническим путем, чуждым всякого плотского утешения. Ибо только таким образом, стеснив свою мысль, возможим мы обратить ее всю на стезю, ведущую в живот вечный. Как немирное пользование телесными чувствами затрудняет памятование о боге и заповедях его, и как избегнуть всего зла. Что зрение, вкус и прочие чувства рассеивают память сердца, когда пользуемся ими без меры, об этом первое возвещает нам Ева. Ибо пока не взглянула она на заповеданное древо сластолюбно, да то ли тщательно помнила заповедь Божию, Чего ради как бы покрываемой крылами любви Божией не ведала она и ноготы своей. Когда же воззрела на то древо сластолюбно, коснулась его с великим похотением, И, наконец, вкусила от плода его с неудержимым вожделением, Тотчас восприяла склонность к плотскому самоуслаждению, И, как обнаженная, сочетавшись с сею страстью, Все свое вожделение придала взысканию вкушения настоящих у тех, Примесивши по действию видимой привлекательности плода к своему падению и падению Адама, Вследствие чего уму человеческому стало затруднительно памятовать о Боге или о заповедях Его. Мы же всегда с непрестанной памятью о Боге, взирая во глубину сердца своего, Будем проводить сию падкую на прелести жизнь, как слепые очами, Ибо любомудрю и воистину духовному свойственно сохранять непарительным присущий в нас позыв Видеть красное ежевидите. Этому и многоопытнейший Иов научает нас, говоря, «Ащи во след око моего, иди, сердце мое». Такое действование есть верный признак крайнего воздержания. Как бывает, что ходящий духом не ведает вожделений плотских, И дьявол тщетно искушает его чистоту. Всегда пребывающий в сердце своем, далек от всех красных, жизни сей вещей, И, ходя духом, похотей плотских изведывать не может. По элику таким образом таковые шествия свое совершает в ограждении добродетелями, Сии самые добродетели, имея как бы превратными стражами своего града чистоты, То все козни бесов против него остаются безуспешными. Хотя иной раз стрелы сей общей всем похоти достигают даже до окон естества. Об унынии, нападающем иногда по отгнании похотений плотских, Каково оно и как его прогонять? Когда душа начнет уже не похотевать красных земных вещей, Тогда прокрадывается в нее большая частью некий унывный дух, Который неохотно потрудиться в служении слова не допускает ее, Ни твердого желания будущих благ не оставляет в ней. Еще же и эту привременную жизнь представляет крайне непотребную, Как не имеющую достойных дел добродетели, И самое ведение уничижает, как дарованное и другим многим, Или ничего особенного нам не возвещающее. Сей теплохладной и разленяющей страсти мы избежим, Если в крайне тесные вставим пределы нашу мысль, Держа во внимании одну память Божию, Ибо только таким образом дух, востекший в свойственное ему горение, Может отогнать от себя неразумное оное разленение. Коль велика помощь в духовном подвиге, От непрестанного теплого поминания имени Иисусова во глубине сердца. Ум наш, когда памятью Божией затворим ему все исходы, Имеет нужду, чтобы ему дано было дело какое-нибудь обязательное для него, В удовлетворении его приснодвижности. Ему должно дать только священное имя Господа Иисуса, Которым и пусть всецело удовлетворяет он свою ревность В достижении предположенной цели. Но ведать не длежит, что, как апостол говорит, Никто же может речи Господа Иисуса, Точую Духом Святым. С нашей стороны требуется, Чтобы сказанное речение Господе Иисусе Христе и прочее, Умом в себе утесняющимся, Иисуса непрестанно было изрекаемо в сокровенностях его так, Чтобы при этом он не уклонялся ни в какие сторонние мечтания. Которое сие святое преславное имя Непрестанно содержит мысленного глубине сердца своего, Те могут видеть и свет ума своего, Ясность мысли, Или определенное сознание всех внутренних движений. И еще, сие дивное имя, Будучи с напряженной заботливостью, Содержима мыслью, Очень ощутительно попаляет Всякую скверну, проявляющуюся в душе. Ибо Бог наш, Огнь поедая, Есть всякое зло, Как говорит апостол. Отсюда, наконец, Господь приводит душу В великое возлюбление славы Своей, Ибо приславное то и многовожделенное имя, Укосневая через памятование о нем Ума в теплом сердце, Порождает в нас навык Любить благостыню его беспрепятственно, Потому что нечему же тогда полагать тому препону. И сие-то есть бисер он и многоценный, Который стяжевает, Предав все свое имение С неизреченной радостью Об обретении его. О двоякой радости, Начальной и совершенной, И о слезах средних между ними. Иная есть радость, Началоводная, И иная завершительная. Та не причастна мечтания о себе, А эта сильна смиреномудрим. Посреди же их печаль боголюбивая И неболезненный плач, Яково множестве мудрости Множество разума И приложивый разум Приложит печаль. Всего ради надлежит прежде Началоводную радостью Призвать душу к подвигам, Потом предать ее и обличению, И искушению истинное Духа Святаго, Как о прежде содеянных грехах, Так и о содеваемых еще По ползновениях в самозабвении. В обличении бо о беззаконии Наказал еси человека И истаял еси еку паучину Душу его. Чтобы после того, Как обличение Божие Искусит ее, как в горниле, Она восприяла действия Немечтательной радости В теплом памятовании о Боге. О забвении Бога И восстановлении памятования о нем, О причинах первого И средствах ко второму, И о высшем его проявлении. Когда душа Возмущается гневом, Или отягчается многоедением, Или сильной печалью омрачается, Тогда ум не может Держать памятование о Боге, Хотя бы и понуждаем был К тому как-нибудь. Ибо весь, будучи омрачен Лютостью сих страстей, Бывает он тогда совершенно чужд Собственного чувства. Почему желание Не имеет где наложить свою печать, Чтобы через то ум Мог носить незабвенным И неизменным вид богомыслия, Так как тогда память его Огрубевает по причине Суровства страстей. Когда же она бывает свободна От таких возмущений, Тогда если иногда и успеет Забвение на мгновение Украсть мысль о возлюбленном Господе, ум, Восприяв свою энергию и живость, Тотчас опять с жаром Емлется за много Вожделенную оную И спасительную молитву, Ибо тогда сама благодать Избогомыслиствует душе, И совзывает Господи Иисусе Христе, Подобно тому, как мать, Уча дитя свое, Многократно повторяет Вместе с ним имя Отец, Пока не доведет его до навыка Вместо всякого другого Подсильного дитяти слова Ясно произносить Отец Даже и во сне. Почему апостол говорит, Что сам Дух Способствует нам В немощах наших О часом бы помолимся, Як уже подобает невемы, Но сам Дух Ходатайствует у нас В воздыхании неизглаголанными. Ибо так, как мы Младенчествуем Предсовершением сей Молитвенной добродетели, То все, конечно, Имеем нужду в его помощи. Чтобы, когда неизреченная Его сладость Обымет и усладит Все наши помыслы, Мы всем расположением Подвиглись памятовать О Боге и Отце нашим И любить Его. Почему, как тот же Дивный Павел говорит, О нем вопием, А воотче, Когда им, Благонастрояемы бываем, Призывать Бога Отца? Блаженный Феофилакт Архиепископ Болгарский Благовестник Толкование на Евангелие от Иоанна Стихи 1-3 Был болен Некто Лазарь Из Вифании, Из селения, Где жили Мария И Марфа, Сестра ее. Мария же, Которой брат Лазарь Был болен, Была та, Которая помазала Господа миром И отерла ноги Его волосами своими. Сестры послали Сказать ему, Господи, Вот, Кого ты любишь, Болен. Один только Иоанн Рассказывает эту историю. Рассказывает же для того, Чтобы научить нас Не соблазняться, Если какая-нибудь болезнь Постигнет людей усердных И боголюбезных. Ибо Лазарь был друг Христов, Однако же и он был болен. Нужно знать и то, Что сия Мария, Помазавшая Господа миром, Не была ни блудница, Упоминаемая у Евангелиста Луки, Ни женщина, Неупоминаемая у Евангелиста Матфея, Но иная, Не блудница, Но честная, Боголюбезная и усердная. Ибо она заботилась О принятии Христа И служила Ему, Как сам Иоанн потом свидетельствует. Господь о ней же свидетельствует, Что она избрала благую часть, Как замечает Евангелист Лука. Сестры сии Были так чудны и достопочтенны, Что и Лазарь сделался известным Более из-за них. Ибо Лазарь, сказано, Был из Вифании, Из селения Марии и Марфы. Почему же они посылают звать Иисуса? Они идут к Нему сами, Подобно сотнику и цареву мужу. Потому что они крепко надеялись на Христа, Потому что они были слабые женщины, И неприлично было им выходить из дома, Потому что и они одержимы были скорбью, И заняты были заботой около брата. А что они сделали так не по небрежению, Это оказывается из последующего, Ибо они оказывают Христу великую честь и уважение, И приносят твердую молитву. Вот, кого ты любишь, Говорят так для того, чтобы именем дружбы Вернее преклонить Господа к состраданию. Такое выражение сих жен Обнаруживает и некоторую веру их. Они так уверены в величии силы Господней, Что для них удивительно, Как болезнь коснулась человека, Любимого им. Ибо удивительным как-то представляется, Что болен тот, Кого ты, Господи, любишь. Стихи четвертый, шестой Иисус, услышав то, сказал, «Эта болезнь не к смерти, Но к славе Божьей, Да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, То пробыл два дня на том месте, Где находился. По элику Иисус намеревался Пробыть на том месте два дня, То и говорит, что эта болезнь не к смерти, Хотя она послужила к смерти. Говорит для того, Чтобы обнадежить вестников И преподать им как бы некоторые утешения, Чтобы они не настаивали и не тужили. Для сего-то и говорит, Эта болезнь не к смерти. И иначе, Если внимательно всмотришься, То болезнь сия не была к смерти, Такой, какой умирают многие, То есть к смерти долговременной, Но привременной, И продолжавшейся четыре дня. По элику же на четвертый день Лазарь воскрес, То, взирая на конец дела, Мы говорим, сия болезнь не к смерти. Но к славе Божией Да прославится через нее Сын Божий. Видишь ли, У Отца и Сына одна слава. Ибо, сказав, к славе Божией, Прибавил да прославится Сын Божий. Ибо слава Бога, То есть Отца, Ничем не разнится от славы Сына. Следовательно, и Сын есть Собственно и истинно Бог, Так же, как и Отец. Ибо у кого одна слава, У тех одно и существо. Да постыдятся Риане и сего изречения. Да прославятся. Это понимая не как причину, А как событие и окончание дела, О чем мы и говорили не раз. Ибо не для того Лазарь был болен, Чтобы прославился Бог, Но с Лазарем случилась болезнь, А Господь обратил ее к славе Божией. Пробыл два дня для того, Чтобы Лазарь умер, Чтобы никто не мог сказать, Что с ним был крепкий сон, Изнеможение или иступление, А не смерть. Почему-то Господь и остается Столько времени, Что началось уже разложение, И сама сестра говорит, Что уже смердит. Стихи седьмой, десятый. После этого сказал ученикам, Пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, Рави, давно ли иудеи Искали побить тебя камнями, И ты опять идешь туда? Иисус отвечал, Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, Тот не спотыкается, Потому что видит свет мира сего, А кто ходит ночью, Спотыкается, Потому что нет света с ним. В иных случаях Господь никогда не высказывал Вперед, куда он намерен пойти, А только здесь вперед объявляет, Кажется, потому что ученики Его очень боялись идти в Иудею. Объявляет вперед, Чтобы они не смутились с неожиданностью, Если бы он внезапно повел их в страну, В которую идти они боялись. Так как они боялись и за Него, Ибо не имели еще совершенного познания о Нем, И боялись за самих себя, То, говорят ему, Давно ли иудеи искали побить тебя камнями, И ты опять идешь туда? Господь ободряет их и говорит, Как тот, кто видит свет, Не спотыкается, А спотыкается тот, Кто ходит ночью, Так и тот, кто творит добро И ходит в делах света, Не подвергнется никакой беде, А кто творит злое, Тот потерпит беду. Посему вам нет нужды бояться, Ибо мы не сделали ничего достойного смерти. Или еще иначе, Если тот не спотыкается, Кто видит этот свет, Тем более не споткнется тот, Кто пребывает со Мною, Если только сам не отстанет от Меня. Посему и вы, Пребывая со Мною, Светом истинным, Напрасно боитесь. Иные под днем Разумеют время до страдания, А под ночью время страдания. И так говорит, Да коли идет день, То есть пока еще не настало время страдания, Вы не споткнетесь, Ибо не встретите гонения от иудеев Ни другой какой-нибудь неприятности. А когда придет ночь, То есть страдания мои, Тогда вы смятенные соберетесь В одном домике Из-за опасения иудеев. С того времени вы будете испытывать Скорби и болезни, И много озлоблений и неприятностей. Когда Я, Свет, Не буду уже с вами жить телесно, То обоймет вас ночь скорбей. Стихи 11-16 Сказав это, Говорит им потом, Лазарь, друг наш, уснул, Но Я иду разбудить его. Ученики Его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти Его, А они думали, Что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. И радуюсь за вас, Что Меня не было там, Дабы вы уверовали. Но пойдем к Нему. Тогда Фома, Иначе называемый Близнец, Сказал ученикам, Пойдем и мы умрем с Ним. Так как ученики Господа Боялись идти в Иудею, То Он говорит им, Иудеи искали побить Меня камнями За то, что Я опровергал их и обличал. Но ныне Я иду не за тем, Чтобы обличать их, А за тем, чтобы посетить своего друга. Посему нет нужды бояться. Я иду не за тем, За чем ходил прежде, Чтобы ожидать опасности Со стороны иудеев, А иду разбудить друга. Ученики, Желая удержать Его От путешествия туда, Говорят, Довольно, если Он уснул. Если уснул, то выздоровеет. Посему нам не нужно ходить, Ибо нет необходимости. Хотя Господь, говоря о Лазаре, Для того и прибавил друг мой, Чтобы показать необходимость быть там. Но ученики утверждают, Что посещение Его не нужно, Так как Он может выздороветь И от того, что уснул. Еще более, говорят, Пришествие Твое не только не необходимо, Но и вредно для друга. Ибо если сон, как нам думается, Служит к Его выздоровлению, А ты пойдешь и разбудишь его, То ты попрепятствуешь Его выздоровлению. И так не нужно ходить и будить, Ибо это вредно. Господь, видя, что ученики Его До силия еще не понимают Его, Прямо говорит, Что Лазарь умер. Для чего же Он прежде выразился не прямо, А прикровенно смерть назвал сном? По многим побуждениям. Во-первых, Посмеренно мудрее, Ибо не хотел показаться хвостливым, А прикровенно назвал воскрешение Разбуждением от сна. Как же бы употребил Он это выражение, Если бы смерть не назвал сном? А что это справедливо, То есть что Он выразился Прекровенно, посмеренно мудрее, Это видно из последующего. Ибо сказав, что Лазарь умер, Господь не прибавил, Пойду воскрешу его. Видишь ли, Как Он не хотел на словах хвалиться тем, Что намерен был подтвердить самым делом. В то же время Господь учит нас и тому, Чтобы мы не были поспешны в Своих обещаниях. Ибо если при просьбе сотника Об исцелении слуги Его Господь и дал обещание, Сказав, я приду и исцелю его, То сказал это для того, Чтобы обнаружить веру Его. Итак, это первая причина, По которой Господь смерть назвал сном. Другая – та, Чтобы показать нам, Что и всякая смерть Есть сон и успокоение. Третья – та, Что хотя кончина Лазаря Для прочих и была смертью, Но для самого Иисуса, Пока ли он намеревался воскресить Его, Она была не более, как сон. Как нам легко разбудить спящего, Так и еще в тысячу раз более Для него удобно воскресить умершего. Радуясь, говорит за вас, Что вы можете оттелье Более увериться в божеском достоинстве моем, Из-за того, что я не был там, И нахожусь далеко оттуда, Однако вперед говорю вам, Что в Вифании последовала смерть, И говорю так не на слух основываясь, Но как Бог, Сам прозревая случившееся В далеком расстоянии. Некоторые слова Господа, Радуясь за вас, понимали так, Что я не был там, Это послужит для утверждения вас вере, Ибо если бы я был там, Я исцелил бы больного. Чудом было бы это, Но оно показало бы мало силы моей. А теперь, когда меня там не было, И последовала смерть Лазаря, А я пойду и воскрешу его, Вы должны более утвердиться в вере в меня, Ибо увидите, что я силен делать и то, Что прежде еще не явил, Именно, воссозидать и воскрешать Мертвеца, уже разложившегося И издающего гнилой запах. Когда Господь сказал это, И доказал ученикам необходимость Своего шествия в Иудею, Тогда Фома, боявшийся боли и прочих, Говорит, Пойдем и мы умрем с ним, Ибо эти слова выражают не бодрость, А страх и малодушие. Чтобы и прочих соучеников приостановить, Он напоминает им о смерти, И намеренно прибавляет, То умрем, говоря как бы так, И мы, глупые, безумные, И не заботящиеся о своем спасении и жизни, Пойдемте, чтобы умереть с ним. Пусть он недорого ценит свою жизнь, Поэтому и мы должны быть неблагоразумны. Такие речи приличны боязливому. Но посмотри на него впоследствии. Он, как апостол, Заклан был за истину. Благодать Божия так укрепила его, Что и к нему можно приложить Слова апостола Павла «Способность наша от Бога» Второе послание Коринфянам, Глава 3, стих 5 И не я, но благодать Первое послание Коринфянам, Глава 15, стих 10 А Ориген говорит о Фоме Нечто похожее на сон. Фома, говорит он, Узнав пророчество о Христе И уразумев, что он с душой Сойдет в ад для освобождения душ, Когда услышал, что Господь Идет разбудить Лазаря, То подумал, что он может разбудить его, То есть освободить душу его, Не иначе, как если сам Отложит тело и сойдет в ад. Посему, как искренний ученик Христов, И не желающий в этом Отстать от своего Учителя, Он, и прочим, соученикам советует И сам вызывается сложить тело свое, Чтобы сойти в ад вместе с Иисусом, Который, по его понятию, Положит душу свою, Чтобы душу друга освободить из ада. Такое смешное объяснение Приложил я для посрамления тех, Которые превозносят все Оригенова, Ибо такое объяснение мудреца Не явное ли пустословие И настоящий сон? А я прошу тебя заметить то, Что, хотя Лазарь и умер, Господь, однако же, сказал, Идем к нему, как бы к живому, Ибо для Христа, как Бога, И самый Лазарь был жив. Стихи 43-46 «Стой!» Сказав это, Он воззвал громким голосом «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, Обвитый по рукам и ногам Погребальными пеленами, И лице его обвязано было платком. И Иисус говорит им «Развяжите его, пусть идет!» Тогда многие из аудеев, Пришедших к Марии И видевших, что сотворил Иисус, Уверовали в Него. А некоторые из них Пошли к фарисеям И сказали им, Что сделал Иисус. Господь, более возблагодарив Отца, Чем попросив, Ибо, как сказано, Он не нуждался в молитве И помощи от нее, Потому что равносилен с Отцом, Воззвал громким голосом, Самовластным и владычным, Ибо не сказал во имя Отца Моего, Лазарь, иди вон, Не так, Отче, воскреси его, Но, как сказано, самовластно, Заграждая уста всех, Которые говорят, Что он меньше Отца. Ибо что нашлось бы равного Такой власти, Что он умершему, как живому, Говорит Лазарь, иди вон. И теперь сбылись на деле слова, Наступает время, Когда мертвые услышат глаз Сына Божия И, услышав, оживут. Дабы кто-нибудь не подумал, Что Христос от другого получил такую силу, Он вперед предсказывает о том, Что имел доказать самым делом. Громкий голос Спасителя, Воскресивший Лазаря, Служит образом великой трубы, Которая будет гласить Во всеобщее воскресенье. Господь воззвал громко для того, Чтобы заградить уста эллинов, Пустословящих, Будто душа пребывает во гробе Вместе с телом, Ибо зовет ее громко, Как бы далеко находящуюся. Как было это, частное, Так и всеобщее воскресенье Будет вдруг, во мгновение ока. Вышел, сказано, Умерший, связанный по рукам И ногам, Связанному выйти, Казалось не менее чудно, Как и воскреснуть. И так к чуду воскресенья Присоединилось еще чудо. То, что совершенно связанно, Двигался. Господь повелевает Развязать его, Чтобы приблизившиеся И коснувшиеся его Увидели, что это он самый. Пусть, говорит, идет он, Это по нелюбви к славе, Ибо не выводит его сам, Не повелевает ходить с собою, Чтобы показаться. Когда чудо совершилось, Одни из видевших он и уверовали, А другие объявили фарисеям, Без сомнений, С целью опорочить его, Совершившего нечто неправедное, Так как он повелел Раскопать погребенного. Продолжение следует...